ассаламу алейкум берзуай и приветствую всех на нашем канале с вами борзу мы сегодня будем делать обзор и научим вас правильно запускать сервера после глобального обновления создание сервера разработчики изменили функции то есть добавили очень много новых функций и многие не знают как правильно сделать настройку мне многие писали и спрашивали как сделать настройку и бывало что я с людьми сидел дискорде и часами объяснял им и показывал и создавал с ними сервера то есть делал настройку объясняем что и как после всего этого я решил записать видео и показать вам как правильно создавать сервера сразу же предупреждаю вас о том что видео будет очень длинная поэтому устраивается поудобнее подписывайтесь на канал ставь лайк и не забудь нажать на колокольчик чтобы не пропустить новых выпусков но мы пожалуй с вами начнем итак дружок если ты хочешь создать сервер то есть прямо сейчас то смотри видео с другого гаджета и настраивай со мной так тебе проще будет а то ты все посмотришь и сто раз чтобы пересмотреть то что забыл и так сейчас зайдем запуск локальной сети первое первое у нас это имя фронта сюда можете писать название своего сервера как она будет называться моем случае это как всегда борз соло или борз дуо всегда вот так еще есть еще одно но после обновления разрабы убрали эту функцию что можно написать пробелом пример вот борз пробел соло вот так я уже не могу писать то есть я не смогу запустить сервер если я так буду так буду писать так надо все слит написать второе у нас это окно для описания сюда можете вписывать сколько у вас там рейхитов будет какие правила на сервере все что угодно что хотите то и пишите в описании она будет высвечиваться вот здесь пример вот на борз соло захожу да вот читать просто вот это и есть то самое описание вот что вам надо писать то есть каждый кто будет заходить на ваш сервер будет видеть это но самое главное пустын не оставлять этот первое у нас отметка это сервер значков сервер и rpg и так у нас три я точно не знаю что именно значит но я думаю первое это сервера на которых есть медаль то есть это сервер значков до на которых есть медаль 2 это обычный сервер сервер там сервер для развлечений так далее 3 это rpg сервер я лично пользуюсь всегда сервер значков потому что у меня сервера всегда с медалью поэтому ограничение pvp то есть есть три вкладки также 1 не ограниченные 2 временный третий запрет если поставить не ограничено то есть pvp будет доступна в любое время в любое время игры можно по обучиться 2 временной если нажать на временной то pvp будет в определенное время этот админ не может контролировать именно в какое время можно попал в какой нельзя это будет стандартно как разрабы решат если не ошибаюсь что до 12 что ли точно не знаю я не проверяю но у меня было такое дело что я временно пропадал но время я уже забыл когда там было если вам интересно можете посмотреть проверить третий запрет запрет на pvp то есть вы не можете получиться или можно попасть и за это можете получить бан дальше у нас вкладочка трофеи убитых есть обычные трофеи есть нет трофея и так обычные трофеи если поставить обычный трофей то после того как вас ног над то с вас выпадет весь слот весь тут который у вас в рюкзаке до полностью вот ничего там не останется а если поставить нет трофею то с вас ничего не будет выпадывать ничего даже каменного топора не будут выпадать как идем дальше дальше у нас ограничение фронта есть все платформы все платформы этого нас коммунити пока есть смешанные смешанности это коммунити миксит для тех кто не знает что такое коммунити пока и коммунити миксит первое все платформы это для пакашников те кто играет с пока то есть компьютера да а второе это смешанный сервер это для тех кто с телефона играет на пк сервер могут зайти все и те кто с компьютера и те кто с телефона а вот на команде миксу дано телефонные не могут зайти те кто играет с пока они не могут даже видеть ваш сервер у них нет такой функции так защита постройки так эта функция у нас в определенное время нельзя рейдить то есть защищены все постройки здесь две вкладки не ограниченный и запрет если поставить запрет то есть вот эта защита от если поставить запрет то на сервере можно будет видеть в определенное время а если же поставить не ограничено то можно видеть в любое время ход утром ход ночью когда захотите и так вкладка трофея за разрушением тут три вкладки первые две я знаю но вот 3 вот этот запрет вот этот я не знаю потому что я не могу сказать что и как я это не проверял итак первое не ограничено если выбрать этот топ постройки будут разрушаться то есть вы едите и 3 бобовки накинули на каменную дверь и она сломается да и пропадете и и не будет видно также сундуки и печки все что находится у вас на базе ничего не вот нет то есть поломал значит поломал все уже пропало ну а если выбрать защита то есть защита от вот эту то разрушенные части дома сундуки а также все что в доме находится то что вы разрушили да там печь вот эта печка камень сундук дверь потолок полустенка неважно она будет красным после того как вы сломаете это так же как и на официальном сервере захват и в один клик владелец может восстановить все постройки а также все что дома находится сундуки все такое и у меня есть такой лайфхак для тех кто играет на таких официальных серверах именно на захват и да если к вам пришел рейдер то сломайте свой шкаф и он не сможет вас дорейдить а если кому понравился этот классный лайфхак то ставим палец вверх и делимся с друзьями этим видео ну что же идем дальше количество фронта количество фронта максимальное 100 это количество фронта это те люди которые заходят на ваш сервер сколько человек могут играть на вашем сервере минимальное это один максимальное это 100 если вы поставить 0 то у нас загорится красным то есть если один то не будет гореть красный то это допустимо а если 101 поставить то снова красный то есть у нас максимальное 100 минимальный 1 пароль фронта пароль можно ввести шестизначную это насколько я знаю если 5-значную ввести то уже все невозможно а если 6-значный то это нормально то есть 6-значный дозволен а если 7-значный то тоже нельзя вот загорелся красным это пароль вы ставите на вход на свой сервер и на вашем сервере могут играть только те кто знают ваш пароль и те с кем вы поделились паролем да и так время удаления вот это вкладка так эту вкладку вам позже объясню так и так зона боя вот эта вкладка зона боя у нас здесь стоит 0 это значит что по всей карте могут игроки играть если же сюда поставить цифру 1 до 1 это у нас военная база если не ошибаюсь это остров милитари двойка у нас аэропорт 3 тройка у нас это лагерь разбойников то есть это бандит кем откуда что все это знаю сейчас покажу вам примеру заходите на коды админский поиск другой вот здесь написано первая военная база 2 аэродром 3 лагерь разбойников вот так вот если вы выберете от 1 до 3 то есть эти три вкладки до аэропорта милитари и лагерь то вы не сможете выйти из зоны которую вы обозначили то есть там будет проводиться чисто плохо но обычно этой функции пользуется для pvp серверов серверов то есть итак длительность вот вот этот функция 0 что это значит длительность это уязвимость после респавна то есть у вас человек мог ну да и вы возрождаетесь на своем спальнике и вы будете уязвимы до тех пор сколько вы тут секунд напишите примеру 5 секунд это максимальная здесь если 5 секунд то 5 секунд ход по мне по вам будет с рпг шмалят все равно у вас урон не уйдет вы будете неуязвимы а если один то в течение одной секунды будет неуязвимы здесь минимальный 0 максимальная 5 6 секунд уже не идет еще секунд поставлю все горит красным так что будет хорошо знать вот эту функцию и так идем дальше античит сертификация вот этот функция это это античит то есть читеры не могут играть в данном сервере если вы поставили галочку да я лично мало в это верю хоть и ставил галочку но встречался с такими игроками что их не развитие было просто нереально велика я их конечно не баню потому что не было доказательства без пруфов банить человека это уже не знаю как сказать идиотизм ну как бы сказать тупизм типа потом к вам человек заходит в дс да и спрашивает за что его баню вы скажете ты пользуешься читами доказать то как ты сможешь не как поэтому из-за этого просто так баня человека было просто дичь но я следил за ним по мере возможности я ничего не обнаружил поэтому оставлю его дальше играть на своем сервере это переключатель временных припасов вот эта функция вот где я ставлю галочки если вы не включите эту функцию то у вас не будет работать все кастомные монстры скины оружие которые вы создали то есть все что вы создали у вас не будет работать скины оружие да или нет вот эта функция то есть если вы поставите галочку вы отключите все скины на оружие то есть у всех игроков будет стандартные оружие то есть без скинов то есть и так с 4 у нас вот этот официальные припасы не появляются то есть будут отключены все комнаты до будет исключены все комнаты 5 обновление руды растений запрещено то есть поставив галочку отсюда у вас на карте не будет руды и растений такие как камень металл крапиво якобы и так далее все эти функции у вас будут отключены если поставить галочку 6 у нас механизм обслуживания запрещены запрещено то есть все ртешки будут отключены такие как дробилки и так далее седьмое официальные чертежи отключены вот этот если поставить галочку то будет отключены все чертежи в крафте то есть когда вы заходит на крафт там сэшку или бобовку вот все эти чертежи у вас не будут они все будут отключены до последнего восьмое вот эта галочка ради радиационный механизм запрещен тут вы можете отключить радиацию по всей карте поставив галочку то есть у вас по всей карте будут отключен радиация примеру как арбор аэропорт милитари и какой там еще есть бункер бункер да вот везде у вас будет отключена радиация также трейд зоне тоже последнее обновление системных построек то есть выбрав это вы не используете сможете использовать скины построить например вы купили скину там на дверь то и этот скину вас не будет отображаться у всех будут стандартные дома без всяких скинов если поставить галочку вот сюда доска боевых заслуг так диска боевых заслуг тут будет отображаться если поставить сюда галочку вот этот будет ображаться те кто на сервере на топ игроки да кто там сколько скил сделал да все те топовые и так 11 вот этот официальный монстры не появляется то есть все официальный монстр и такие как зараженный санитар охранник еге все эти монстры будут отключены официальные кто там скажем в лаборатории есть мутант егда он там не будет если вы создадите кастомный босс и поставите на его место то будет отображаться именно ваш кастом на босс они стандартные босс которые давали разработали и так вот эта функция воскрешение в торговой зоне это вкладка если включить то все кто зашел в игру будут спавниться на треть зоне здесь вот этот и последний вот это квадратик да если поставить галочку у нас припасы фронта запрещены средний у нас припасы фронта запрещены да все правильно вообще неразборчиво тут слова на слове то есть заходя саму игру у нас есть кладочка припасы где за каждый уровень дается формула метку сделать что вы поняли как он так дается формула то есть достигну второго уровня дает нам печку и формулу крафта патронов 9 мм да и третий уровень smg и так далее вот эта функция будет отключена если вы поставить галочку отсюда да вот припасы вот эта функция полностью будет отключена так параметры фронта так быстро и строительство вот это поставить галочку это быстрый крафт вот сюда галочку вот это быстрый крафт создаете там оружие куда и у вас сразу же он будет крафтится отменить все наброски если сюда поставить галочку то есть не надо будет ничего изучать а если убрать галочку то есть крафт надо будет изучать к примеру у вас акм и его надо изучить что потом крафтить вот если поставить галочку то и он иногда будет изучать количество ячей вот этот так давайте потом английский переведу то тут вообще не разобраться близки так свода вот это у нас дерево то есть то я пишите какой у вас там x x 3 девятки 4 девятки сульфиры это серо у нас там скажем close это ткань и так хайд или хит с английским вообще 0 поэтому сама не обессуете английский я практически не знаю это у нас кожа кожи сколько у нас x 5 там x 10 скажем да тюрф кабинет вот это наполненный шкаф то вот шкаф сколько человек можно вписать то есть один на соло сервера да вот сервера соло можно писать один в кабинет там два два человека трио и тима короче то есть если один поставить то можно еще одного человека вписать а если поставить 0 это функция не я короче если поставить один то можно одного вписать два двух три трех человек то есть если три тоже тима может в одной хотя жить и только на них не будет агрица если вписать шкаф так с бог ставим вот этот здесь у нас пишется в секундах это если его если вы убили человека и этот ящик смерти его сколько времени будет еще стоять если напишем к примеру так 60 то это одна минута 60 секунд 60 секунд то есть одну минуту у вас будет стоять этот ящик если 1800 если не ошибаюсь это где-то 15 минут было или полчаса что ли так стон это у нас камень стиле это мука спар это скраб у нас и тем 100 климит вот этот есть стейки в игре до в рюкзаке примеру стандартный там 2000 дерево 2000 камни вот так можно а здесь вы можете просто максималку поставить там 5 9 вроде бы можно 6 9 нет уже не идет до 5 9 от 100 и до сколько до скольки количество в одном слоте буду лимит так это постройка как это называется за ограничение постройки что ли как там короче до 2000 можете постройку сделать вы кончил вот эта функция это уровень брони уровень брони насколько быстро у вас будет ломаться ручка броня и все такое так с аэрон вармут вот это у нас уже металл так инферия файл 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 как там заходить ирачи вот это топливо нас тут тоже убираете эксперт мультиплеер вот эта функция то есть вы разрушаете там скажем бочку и там дается стол очков опыта да и насколько будет умножаться вот эти очки то есть у вас уровень как быстро уровень у вас поднимется вот это есть та самая функция которую надо управлять бэкпак слот это сколько слотов в рюкзаке стандартно бывает 36 слотов но тут можно до тысячи тысячи один нет тысячи то есть до тысячи смертинг тайм вот это время плавки сколько или же подождите смертинг тайм это время быстрая плавка да плавка как быстро у вас будет плавится там металл металл ммк серо все такое итак смотрите на русский переведу то я с английским вообще не дружу а что вам на немецком изнять вы не поймете время сброса вот время сброса это сброс медали медаль сбрасывается автоматически 600 200 это 600 1200 секунд то есть семь дней на седьмой день падает медаль смотрите я вам говорил будем время удаления позже объясню смотрите здесь у нас 610 1800 а здесь 600 200 то есть медаль у вас должна падать раньше чем закроется сервер а если вы здесь к примеру поставите 620 до или больше чем здесь там 610 800 например 611 тысяч поставить это вот время сброса то есть вы не сможете запустить сервер потому что медаль не может выпасть после того как сервер закроется поэтому внимательно обращайте внимание на этот время сброса и на время удаления так еще раз надо на английский перевести так параметры гринка 3 фреш так так обновление зеленой картой 3600 3600 3600 это 1 час если не ошибаюсь зеленая карта обновляется через 1 час зеленая и синяя комната каждый час обновляется блю карта фиолка фиолетовая карта обновляется два часа каждые два часа и фиолетовая комната тоже каждые два часа хеликоптер это вертолет каждые 6 часов 21600 это 6 часов и аэродроп и танк и танк и танк и карго все 6 часов каждый час не обновляется вот это это самое место то есть вы можете сделать например аэродроп за 21 часов вы также можете сюда писать 3600 чтобы каждый час падала редро тоже можно это сейчас объясню кое-что еще специальные параметры конфигурация магазина то есть этот ваш магазин который игрок заходит на сервер и у них есть фронт магазина я сейчас вам покажу к примере на своем на своем сервере так заходим на сервер чтобы максимально понятно было заходим в спонсорство забираем фронт магазина вот этот магазин фронта вот видите на мачете там за 100 монет каких-то маска тоже самое там какие-то карточки все такое вот это тоже позже объясню короче вот это и есть тот самый магазин магазин фронта и так есть еще одна функция магазине фронта мне там же видели там какие-то карты за какие-то карты можно купить за какие-то монеты есть новая функция которые добавили предмет видите можно выставить за предмет и этот предмет вы создаете как его создать тоже я сейчас вам покажу так с припасы запуска вот это когда человек заходит на ваш сервер то что у него будет в инвентаре что у него будет припасы и воскрешение вот это когда человек умирает и когда он респаун делать то что у него бывает после смерти то что есть руководство для и сюда можете описать свои правила и все такое итак идем дальше новые функции которые добавили наши разработчики список инвентарь предметы и и материалы так покажу как создать нажимаем создать предмет или материал от этого не сможете изменить потому что она по умолчанию шаблон предметы материал или подарочный предмет примеру я вот создал текет магазин вот он не продается создал сейчас создать предмет и материал нажимаю и выбираем иконку то что будем создавать например можем создать такое можем это создать можем вот такое сейчас выбрали предмет поэтому давайте он не будет предмет выберем примеру пусть будет такой ключ и название сюда вводим то есть как она называется ключ сакурой до примеру ключ сакур описание для покупки магазина для покупки магазина пишем вот так качество белый зеленый голубой какого уровня он будет то есть он топовый будет то есть средний нормальный короче вот так количество уровней количество уровней на каком уровне можно крафтить это есть самое количество уровней доступно для продажи можете выбрать не для продажи можете выбрать предмет и сюда водить и за что можно его купить примеру скажем да вот дерево количество предметов за продажу скажем там за тысячи дерева можно купить этот ключ между игроками которые будут торговаться и вот так вот предмет создали ключ пищу и лекарства здесь вы создаете лекарство флягу пишут давайте создадим лекарство как здесь все работает то же самое название пишите укол тысячи хп скажем до тысячи хп количество то есть качество красного нас количество на какого уровня можно крафтить даже на 15 уровня и самое главное выбираем тип иконки к нас будет это лекарство как она будет выглядеть и доступно для использования то есть она будет появляться в крафте или нет вот этот функция на в крафте можно его или нет если поставить нет то он не будет отображаться в крафт и если поставить да то он будет отображаться в крафте доступность для продажи и не для продажи продажи то же самое как и там было количество предметов за продажи это то же самое повышение или снижение озу то есть при применении если вы хотите что у человека понизило 100 минус 100 к примеру да у него хп на минус 100 уменьшится если чтобы у него добавилось просто 100 пишите то же самое повышение или снижение очков утоление голода очки утоление жажды то есть если принять вот этот укол то у нас не только хп добавится но утоление голода и утоление жажды тоже можно здесь регулировать сколько там да 500 же у нас можно просто вставить короче вот так вот вот и все создали и так формула можем создать формулу то есть если хотим что к примеру вот этот укол который мы сейчас создали в виде концернной банки чтобы он мог из игроков смогли его крафтить тогда мы можем создать на него формулу так с формулу создаем название описание пишем тип иконки формулы формулы вот это у нас будет так предмет продажи для продажи или нет количество за продажу так отметка первого меню создания так это у нас где именно он будет показан то есть в каком вкладке на крафте есть предмет объект упрощение транспорт вот эти вкладку мы выбираем где именно предмет отметка второго уровня где именно то есть что это у нас лекарство уже было да вот лекарство отображение на обычной странице на стандарт вот в крафт заходите и там есть основной и там отображается или нет вот это есть вот эта вкладочка отображение когда заблокирована разблокирована впервые то есть отображается ли когда она заблокирована если заблокирована то можно не отображать если разблокирована может отображаться если поставить да, то она будет отображаться, если поставить нет, то он не будет отображаться и разблокирована впервые, то есть изначально разблокирован или нет. Ограничение уровня фонда, на каком уровне можно его крафтить, то есть от 1 до 15. Объект для создания на чем можно его изучить, вот эту форму, на чем можно изучить верстак или нет. То есть если мы хотим, чтобы создать формулу на этот укол, то мы должны выбрать верстак и уровень для создания, какой уровень верстака, первый, второй или третий, можно второй уровень. Время его создания, то есть сколько секунд понадобится для крафта этого укола. Скажем 3 секунды, да. И материалов для создания, то есть вы сюда вводите, так у нас тут стоит дерево, да, сводите материалы, которые надо для крафта этого укола. После этого у нас вот дерево, камень и металл. Скажем, к примеру, 300 дерево, сейчас камень сделаем, точно сейчас и камень и металл, да. Или можно руду историческую тоже использовать, что угодно. То есть все. Так, вот самое важное. Изделие для создания. Сюда, вот именно сюда. Пишите то изделие, что вы хотите создать форму. Вот эту форму для чего хотите создать. У нас была там трое чего в конце. Это значит у нас 1, 5, 0, 4, сколько там? 4, 5, 0 и 3. Вот. Теперь нам остается просто сохранить. И у нас есть формула для создания этого укола. Опыт создания. Сколько опыта дается за крафт этого укола. Скажем, там 1000 опыта дается. Порядок рецептов. 1000. Так, порядок рецептов. Это список, где это отображается. Так, с формулой мы разобрались. То есть, если вы здесь создали предмет, да, или пишу, и хотите, чтобы он отображался в графте, вам нужно зайти в формулу и здесь создать формулу на эту вещь. К примеру, я это создал, да, вот этот укол. Вот этот укол я создал. И потом должен создать формулу на этот укол. К примеру, так, создали мне эту. К примеру, админский шприц у меня, да. На этот админский шприц у меня есть формула для крафта. Так, снаряжение. Как создать снаряжение? Нажимаем на создать шлем, доспех, что вы хотите создать. Я вам просто покажу одну вещь, потому что остальное все так же. Шлем. К примеру, создаем мы шлем, да, название шлема там. Суперский будет просто суперский. Суперский шлем, к примеру, да. И он у нас будет красным, потому что он топовый. Какая прочность у него? То есть, надев его, сколько хп у нас добавится. То есть, не прочность. Не хп добавится, а прочность самого шлема. Насколько он сильный? К примеру, 99999. Все. Тип иконки. Как он будет выглядеть, этот шлем? Давайте вот костяной вот сделаем. И да, если какую иконку вы выбираете, это и отображается у вас на сервере, когда вы исполните эту вещь. Если кость костяной сделали, то костяной у вас будет выглядеть. Если вот этот, то вот такой. То есть, какой скин нет, такой и выглядит он. Так. Доступность для продажи. Такие вещи я не советую для продажи выставлять. Количество предметов за продажу. Это тоже я уже объяснил. Итак, увеличение ОЗУ персонажа. Сколько хп добавится, когда наденете этот шлем? То есть, можем выбрать 50000, да? 50000. Увеличение защиты головы. А сколько голова будет защищена? 300000. Увеличение. 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 Увеличение защиты корпуса. Пусть будет 10000, да? В итоге мы создали шлем, у которого хп 50к. 50000. Увеличение. Стойкость к уничтожающему урону. Вот это я не понимаю, что это такое, не знаю. Но это насколько прочный он, если не ошибаюсь. И сюда пишите материалы, за что можно его скрафтить. И все. Так, это у нас было снаряжение. Теперь оружие. Короче. И доспехи, поножи, сапоги. Это все так же, как и этот шлем. К примеру, я вам покажу маску, которую я связал. У нее прочность 300. То есть, надев ее хп, получается на 50. Итак. Оружие. Создать простой револьвер. Что там? Да. Это просто КБЗ школа. Там КБЗ. Там название. Да? Тут тоже самое. Везде, что вы создаете. Оружие, сражения. Все, все. Здесь и название, и описание так же. Одинаковые. Так. Уровень, качество. Прочность какая-то. 1000 написано. Можем на 5000 сделать. То есть, он не будет так легко ломаться. И вот. КБЗ. Скин, который мы выбрали на КБЗ. И будет отображаться в игре. Если вот этот выберем. Такой скин будет. Если это такой. Если это такой. Если лед такой будет выглядеть. Короче. Какой выберете, такой и будет выглядеть на сервере. Доступность для продажи. Предмет за продажи. Это то же самое, что и сказал. Количество за продажу. Расходует прочность на использование. Насколько прочный он будет. Так. Базовый урон. При выстреле сколько урона сделает. 100 урон. Вместимость обоймы. Сколько патронов можно вместить. Так. Дальность стрельбы. Дальность 350. У нас максимальная. Можно только 350 выбрать. Полностью автоматизировать. Да, нет. Смотрите. Если вы нажимаете на нет. Полностью автоматизировать. то есть у вас стрельковое это оружие которое вы сейчас создаете, в нашем случае это КБЗ, она будет стрелять одиночно, то есть одиночные выстрелы, если нажать да, то она будет автоматизирована и как полагается будет стрелять, патроны для одноразного оружия, снижение патронов, ускорение свободного падения, это я не знаю, знать то знал, уже забыл если честно сказать, и что нам понадобится, да, вот id используемых патронов, вот эта вкладка, да, и не забудьте сюда написать, есть два вида патрона, есть обычные патроны 556, есть и разрывные патроны, то есть обычные патроны у нас 532.02 код, а разрывные 532.03, вот это изменение тоже не забудьте, многие совершают ошибку, потом еще удивляются, почему я не могу разрывными пользоваться, а потому что вы неправильный настройку сделали, короче вот так вот, итак, следующий у нас монстр, как создать монстра, нажимаем создать тип юнита, это мы не можем поменять, потому что это по умолчанию, выбрать шаблон, какого монстра мы хотим создать, кролик, волк, медведь, олень и так далее, какой хотите, любой монстр может создавать, так, в моем случае это будет волк, давайте нажимаем ok, имя, имя напишем boards, например, так аватар, как он будет выглядеть, это и есть наш волк, так нажимаем ok, лимит отзыва, сколько хп у него будет, сколько хп будет вашего монстра, стандартно это 360 у волка, да, мы можем там примерно 36 тысячи, да, или же 70 тысячи, как у мутанта вега, давайте 70 тысяч сделаем, защита головы, насколько защищена голова, то есть сколько урана можешь проходить на голову, защита головы, давайте сделаем на 50 тысяч, да, что он максимально может быть, короче, можете здесь, сколько хотите, столько ставите, это защита корпуса, если, к примеру, вот стрелять по нему по корпусу, да, это защита корпуса, интервал атаки в миллисекундах, то есть, если посчитать, это значит, за какой промежуток времени будет наносить атаку наш монстр, вот этот узнок в миллисекундах, так, время обновления, через какое время обновляется ваш монстр, скажем, через час, например, да, час, если вы хотите встать, тогда 3600, здесь пишем время в секунду, время истечения гнева, то есть монстр вас атакует, когда у него, как это сказать, когда у него критическая уже, да, жизнь, он вас атакует, он в критическом состоянии, потом ему нужно обновиться, то есть у него гнев проходит, и этот гнев, который у него появляется, сколько времени он будет длиться, и здесь секундах, тоже самое секунду, сколько там хотите, столько и ставите, скорость поворота, здесь уже игровые метры, насколько может поворачиваться, то есть радиус ходьбы его, этого монстра, как там, стандартно 30 у него стояло, да, ну, так же у него, что, а если там полностью, 3060, то это по всей карте, так, тип атаки, это самое главное, не забываем, тип атаки, обязательно ставить актив, если вы поставите не атаковать, ваш монстр не будет атаковать, то есть тот, кто хочет его бить, легко бьет, и так, урон ближнего боя, мне не надо объяснять, что это такое, урон ближнего боя, этот урон, который будет наноситься на вас, то есть когда монстр будет атаковать, в нашем случае волк, когда вы будете писаться, сколько АП у вас уходит, мы также можем писать 100, и как-то зашел на север, у меня там было ФП 260, там полностью вымакать, и все такое, монстр меня просто один раз ударил, я сразу умер, даже не упало, сразу умер, не знаю, сколько, но там урона было, по ходу больше 1000, я не переборщил там, и вот ставим там, средним, скажем там, посчитать, да, 35, 30 или 20, вот это нормальный урон, если у вас простой монстр, а если у вас там это вообще кастомный босс, да, вот самый главный там, тогда уже можно там урон ближнего боя хоть 50-60 ставить, ничего страшного, радиус передвижения, то есть, в каком радиусе может передвигаться ваш монстр, например, вы спавнили его на льду, и сколько метров он может по радиусу передвигаться, вот это есть тот самый, вот этот, радиус передвижения, и следующее, дистанция, фокусировка на враге, с какой дистанции монстр может вас заметить, скажем, например, у него радиус передвижения будет, к примеру, 60, да, скажем, 60, у него радость передвижения, и на какой дистанции он может вас видеть, не надо сразу ставить 60, потому что это слишком много, стандартная, нормальная дистанция фокусировка, это в радиусе 15-20 максимум, это уже потолок 20, 15, 10, это нормально, так, дистанция атаки, здесь тоже самое в метре, как будет атаковать, на какой дистанции будет атаковать ваш монстр, в расстоянии 1 метр, 2 метра, 3 метра, 5 метров и так далее, тоже по вашему усмотрению, как вы хотите, мой совет, больше двух не подниматься, больше двух не надо подниматься, потому что это уже слишком будет, у вас просто люди на сервере не будут оставаться, они сразу сбегут, и радиус дистанции преследования, например, у вас монстр заметил, и вы хотите от него убежать, на какой дистанции он будет вас преследовать, на какой дистанции он будет вас преследовать, то есть у вас радиус передвижения 60, а дистанции преследования сделать 70, это уже тупо будет выглядеть, радиус дистанции преследования, к примеру, может там 30, 35, нормально, такой радиус нормальный бывает, дистанции контр-атаки, на какой дистанции ваш босс будет контр-атаку делать, опыт за убийство, то есть если убьете босса, сколько опыта вам дается, это самое важное, и здесь надо тоже, смотря какой хп у вашего монстра, например, у него хп 70к, здесь опыт за убийство можно уже 5к дать, потому что 70к, это просто нереально, и так, ид сумки трофеев, ид сумки трофеев, вот этот, это самое, я вам сейчас же объясню, это самое главное, когда вы создаете монстр, это самая главная функция здесь, то есть мы должны создать трофеи, потом то, что мы создали трофеи, да, вот его ид и вводим вот сюда, к примеру, я покажу вам, на примере созданных боссов, к примеру строитель, да, у меня, он создан, и ид сумки трофеев, у меня 1,4,0,57, смотрите, как я примерно создал ловку. у меня 10-40кл нет защиты голов нет, защиты корпуса. Это стандартный монстр, которые у меня бегают в определенных местах на карте.4. И трофеи создаем трофеи, да, сумка трофеев и сумка случайных трофеев. Сначала мы создаем сумку случайных трофеев. Это все. Как там это называлось? Так. Сумма должна быть равна 10000. То есть если у вас сумма не будет равна 10000, то загонить не сможете. Сумма вероятности. Вот. Сумма вероятности. То есть если вы все вот эти заполнили. Вот все очки. То есть и в каждом пункте где шансы. Вот написано шансы. Это сумма вероятности. Сюда вы вписываете 625. Потому что если сумма где-то 16 их было. Я 10000 разделил на 16. И там у меня получил 625. То есть вот это общее количество сколько здесь будут у вас вещей. То есть и предмета А, и предмета Б, Ит предмета С. Вот это уже 3. То есть не считайте Ит предмета А. Количество А. Количество А. Количество шансов. Вот эти все подряд не считайте. Просто вот эти Ит предмета А, Б, С, Д и так далее. И до группы П у нас. Вот сколько бы вы сюда не добавили бы. Например у вас там скажем 12 вышло. Да? 12 вышло. Да? 12 ушей. То есть 12 предметов будет. И вот эти 12 предметов вы должны разделить на 10 тысяч разделить на 12. И посмотреть сколько у вас выйдет. И это сумма вероятности. То есть что у нас вписать в каждый вот где написано шанс А, шанс П, шанс С. И в общем там должно быть 10 тысяч. Так сейчас сохраним. И... Объект не пишем. Просто чтобы мы знали какой этот. Так. С 10000 выливаю написал. Да? Что там? не равна 100000, ну давайте тогда две штуки создали, не по 5000 и камень добавим, да, вот здесь есть, там тысяч камня, это чисто, чтобы вам показать, ой, так, 5,5,5,5 тысяч, и сегодня, елки-палки, что-то такое, больше надо что-ли создавать, вот, вот наша ошибка, так, сохранить, всё, мы сохранили, вот это у нас gggg, да, потом создаём сумка трофеев, то есть сейчас мы смотрим сумки случайных трофеев, вот этот, запоминаем, вот этот код, то есть 1, 5, 0 и 3, вот этот id нам будет важный, так, заходим в трофеи, создаём сумку трофеев и смотрим, то, что здесь у вас, то, что здесь, id предмета A, количество A, вот это то, что будет постоянно выпадывать, если, например, скажем, я создал монстр строителя, и когда я его убиваю, в трофеи заходим, так, строитель, да, у нас был, вот смотрите, вот эти вещи, ой, никто, вот смотрите, вот эти вещи, они постоянно выпадывают с этого строителя, сколько раз бы его не убивали, и также мы должны создать сумку трофеев, если не создать сумку трофеев, то можете считать, что ваш созданный монстр, он провален, но его можно убить, конечно, но с него ничего не будет падать, и сюда id, ид сумки случайных трофеев, это первая сумка, которую мы создали сейчас, и сюда пишем его id, 1, 2, 3, 4, 5 и 3, такой у него id был, смотрим, и сохраняем, смотрим теперь, id сумки трофеев, вот этот id нам нужен теперь, 10, 0, 4, зачем он нам нужен, чтобы, когда мы создаем монстра, так, монстра создаем, и здесь внизу, мы должны вписать тот самый id, сумки трофеев, у нас там было 5 0 и 4, да, если мы впишем этот id, то будет с него выпадать, вот первое, вот этот обязательный, от а до е, вот эти вещи, скажем там, скраб 10, шестеренок 4 и так далее, вот это все обязательно будет выпадать, и рандомно будет с него еще выпадать, то, что вы вписали вот сюда, где у вас шанс вероятности должна быть равна 10 000, все эти трофеи, которые вы сюда писали, да, то есть предметы, там может быть камень, уголь, серо, что угодно, что вы хотите, то и пишите сюда, из этого рандома, выпадет одна или две предмета, и так, с этим мы разобрались, теперь у нас обновление, это обновление самое важное, если вы здесь не добавите того самого монстра, который у вас на сервере, его каждый раз придется спавнить вручную, потому что он автоматически не будет спавниться, нажимаем создать, обновление есть, есть и обновление зоны, так, обновление, это один монстр, который вы создаете, один монстр, да, там, кастомный босс у вас, на него можно обновление сделать, а если у вас там, скажем, зараженные охранники, и они, скажем, на Абадоне, или там внуклеры, да, или даже можно на бандиткам, вот вы там спавнили, скажем, 20 вот этих зараженных монстров, вы там будете постоянно 20 зараженных монстров там спавнилась, чтобы игроки на вашем сервере получали больше ресурсов, больше удовольствия, больше интереса на вашем сервере, и там вы просто делаете обновление зоны, например, я вам сейчас покажу, обновление зоны, и здесь количество монстров, сколько будет спавнится, обновляться, здесь вы вводите ид монстра, который вы создали, здесь вы вводите ид монстра, какой у нас там был, 1, 5 нулей, 2 там было, да, а здесь вводите сколько монстров будет появляться, максимально на 100, минимально 1, и так, x и y, это координаты, где будут спавниться эти монстры, и радиус области, вот этот, радиус области, это радиус каждого монстра от другого, в сколько метров будет спавниться, чтобы не было, что они в кучкой там стоят, чтобы они разбросаны были, лучше ставить от 20, или от 15, так будет намного лучше, даже идеально можно сказать, и так, с этим мы пони, так, кстати, и все, просто вы сохраняете, вот здесь, обновить монстра, сюда вы пишите ID этого монстра, например, заходим в монстр, строитель, у нас 10, 34, да, 10, 4, да, 3, 4, заходим в обновление, создать, обновление зоны, и так, к примеру, скажем, на льду у нас будет, да, вот монстр, 1, 2, 3, 4, 34, да, и на льду, если так не подводить, то 50, 68, 60, 54, что ли, вот так, где-то было, на льду, и радиус, сколько, в каком радиусе будет обновляться каждый монстр, то есть, где-то 15 метров, да, между ними будет, и скажем, вот 100 монстров будет на льду, весь лед будет заполнен монстрами, да, к примеру, я вам пример показываю, и нажимаю просто сохранить, я не буду, ладно, сохраняю, и у нас это системный объект развивался, да, потом, создать обновление, смотрите, насчет этого, я вам сейчас тоже покажу, нажимаем, обновить монстра, здесь вводим и монстра, это 1, 2, 3, 4, 0, 3, 4, у нас было, вводим координаты, x, у нас пусть будет 4 четверки, y, z, у нас будет тоже 4 четверки, да, к примеру, и высота, где можно найти эту высоту, я вам сейчас покажу, этот тоже, заходим на свой сервер, так, у нас загружается, многие не знают, где найти его, вот так вот интернет у нас барахлит, так, смотрим, у нас, вот на карте, видите, с левой стороны, вот эта карта наша, есть внизу 58, 26, 25, 75, это у нас радиус x и радиус z, и над ними вверху есть цифра 25, вот это и есть та самая высота, запуск локальной сети, и вот обновление, вот это высота, вот сюда и пишите, те самые 25, так, с этим мы закончили, список событий, вот этот, я еще не фиксил, не смотрел, но, на счет этого, я сделаю отдельное, отдельное видео, потому что, но я знаю, как его все настроить, просто, здесь очень много времени надо, чтобы, каждую деталь объяснять, поэтому, вот этот список событий, я оставлю на следующий выпуск, всем, кто смотрел до конца этот ролик, огромное спасибо, если вам не был бы интересен наш контент, то, до конца, вы не смотрели бы это видео, ну, а я с вами прощаюсь, всем пока, ждем вас, на следующем выпуске, чтоб все видосы смотрели, по наоборот, я не вернусь, где я помню, я не знаю,